На город уже опустились сумерки, а на строительной площадке кипит работа. Блестят искры сварки, с самосвалов сгружается щебень, который раскатывает катки и грейдеры. Спустя полгода после оползан грузовую восьмерку в районе речного порта не узнать. В свое время многие скептики утверждали, что дорога еще долго будет лежать в руинах, и на ее восстановление уйдут годы и огромные суммы денег. Но увиденное лучше всяких слов опровергает эти утверждения. Работы ведутся по графику. В настоящее время параллельно выполняется отсыпка полотна дороги с щебенкой, видите, укатывает. Но я думаю, через неделю где-то мы должны уже подготовить полотно дороги к асфальтированию и приступить к асфальтированию. Во вторник введение работ на Волжском склоне проинспектировал губернатор Сергей Морозов. Глава региона поинтересовался, как проходит восстановление дороги, не мешают ли погодные условия и уложатся ли ремонтники в установленные сроки. Это по срокам как вы понимаете? Ну, ливневку мы должны тоже сдать, уже ее сдать. Там проколом, там вопрос, как закрыть ее дороги будет. То есть колодец здесь большой и вот здесь. Прокол отсюда идет и сюда. С Майером уже все отговорим. Сергей Романович, до 1 ноября мы все работаем. В настоящее время засыпано уже 15 тысяч кубометров различных материалов, включая щебень. К 20 числам октября строители обещают завершить укрепление берега и приступить к укладке дорожного полотна. Параллельно с работами на магистрали ведется установление дренажной системы. Прошедшие в сентябре дожди наглядно продемонстрировали, что ливневка свои функции выполняет. Рассчитана дренажная система на то, чтобы отводить воду из центра города. Напомним, облазень в районе грузовой восьмерки случился в начале апреля нынешнего года. Неестественно теплая зима и проливные дожди привели к тому, что грунт вместе с деревьями на Ксагоре буквально пополз. Незамедлительно были предприняты меры, предотвратившие разрастание катастрофы. Егор Цтов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.